Как только не называли новую Вильню в некоторых средствах массовой информации нашей страны, накануне второго тура парламентских выборов, чаще всего литовским Донбассом. Мол, многие жители этого района нелояльные, да готовы агрессора встречать цветами. Неужели это действительно депрессивная часть города, в которой зреет пятая колонна? Решили разобраться на месте. Здесь, в 10 километрах от центра Вильнюса, расположился небольшой городской парк у реки. Есть железная дорога, обосновались кварталы с многоквартирными домами, неподалеку крупная психиатрическая лечебница. Я уже много лет живу здесь, ничего не меняется. Вот только максимум открыли эту и все, тут все стояло запущено, вот видите как. Ну ощущение не особо там в новых кварталах, там, в старом квартале. Парк, уже вон давно там и ЗОКОС обещал построить, и стадион, и все, и вот так все, 20 лет, наверное, уже. Как есть, так есть там. Неплохой район. Я живу в Вильнюсе, но считается, что в Новой Вильне плохо. На самом деле, я переехал сюда с семьей и не вижу больших проблем. Разве что у нас есть парковка только у церкви, и там подальше. Но водителей-то здесь хватает. Я как водитель отмечу дороги. Трагедия какая-то. Особенно у Кольца и подальше. На самом деле, многое нужно изменить. Лавочки поставить, детские площадки установить. Даже у школы нет площадки. Куда идти играть детям? Вот, надоржали, пять. Скоро развалится полдома. Поскольку они уже не ходили, никто ничего не делал. Дороги плохие. Освещения вообще тут никакого нету. Ночью. Идет. Вот я шла вчера вечером. Ну, домой. Темно, освещения нету. Фонари не горят. Одна из жительниц района отказалась назвать нам свое имя в связи с тем, что боится неприятностей после выпуска сюжета на ТВ. Кроме того, она обратила внимание на то, что жители района молчат, не предпринимают никаких действий, так как тоже боятся. Чего именно боятся люди, собеседница не уточнила. Правильно. Приходишь на остановку. Сидят, курят, пьют. Не сесть не дают. Невозможно. В магазинах, например, вот сейчас 15 центов не додали. Пока я не заметила. Куда только ни зайди, везде здесь так, в Новой Вильне. Не изменяется ничего. Может, это потому, что власть такая? Я не знаю. А парку речки? Летом невозможно подойти к реке. Компании собираются бездомных. Пьют. А как на Новую Вильню смотрят приезжие, проживающие здесь не так давно? Ну, на данный момент я живу тут два месяца. И, в принципе, мне тут все устраивает. Единственное, что много бездомных людей. И они ходят по улицам. Хотелось бы, чтобы, ну, как бы, облагоустроить. Идешь в магазин закупаться, их видишь, то есть... Среди пессимистов в районе живут и граждане, которые ощущают большие изменения. И изменения к лучшему. И касается это порядка во всем районе. Неправда это. У нас, во-первых, в Новой Вильне очень большой порядок. По той простой причине, что осенью у нас. И есть такой еще Сауле здесь. Он руководитель за уборки. Они навели здесь порядок везде. Начиная во дворах и кончая парком. Мы вычистили, выпили, убрали. В Новой Вильне порядок идеальный. Раньше было, лет где-то 5 назад, да, были. А сейчас очень чисто и очень красиво. Никаких сепаратистов в итоге мы так и не встретили. Зря промерзли. Обычные люди. Кто-то видит хорошее, кто-то плохое. О революции никто не мечтает. Улицы осветить просят, да скамейки построить. Но может такая демонизация кому-то важна и нужна? Ирина Высокович, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал.